Добрый день дорогие ребята! Сегодня у нас урок информатики, тема урока процессор и его характеристики. Сегодня на уроке вы узнаете, какую функцию выполняет процессор и из чего он состоит. В настоящее время вся электронная техника, компьютеры, смартфоны, автомобили и даже некоторые детские игрушки управляются процессором. Поэтому процессор называют мозгом компьютера. Сегодня мы рассмотрим его функции и его структуру. Центральный процессор является основным вычислительным устройством персонального компьютера, от которого зависит общая производительность ПК. Английское название процессора CPU – Central Processing Unit. В некоторых источниках процессор указывается как микропроцессор или центральный процессор. CPU выполняет все логические и арифметические операции, которые задает программа, а также выполняет управление всеми устройствами компьютера. Рассмотрим строение микропроцессора, изображение которого дано на рисунке. Под номером 1 – защитная металлическая крышка, которая служит как для защиты от механических повреждений, так и для отвода тепла. Под номером 2 – кристалл, изготавливаемый из кремния. Это и есть сердце процессора. Все вычисления процессора происходят благодаря этому чипу. Под номером 3 – текстолитовая подложка, к которой крепятся все части процессора. Кроме того, она играет роль контактной площадки. На ее обратной стороне есть большое количество золотистых точек. Это контакты. Благодаря контактной площадке подложки обеспечивается тесное взаимодействие с кристаллом, ибо напрямую хоть как-нибудь воздействовать на кристалл не представляется возможным. Основным элементом микропроцессора является ядро, от которого зависит большинство характеристик самого процессора. Ядро представляет собой часть микропроцессора, содержащую его основные функциональные блоки и осуществляющую выполнение одного потока команд. Современные процессоры могут иметь более одного ядра, то есть могут быть многоядерными. Многоядерные процессоры способны выполнять одновременно несколько потоков команд. Производительность многоядерного процессора увеличивается за счет распараллеливания обработки данных между несколькими ядрами. Рассмотрим схему состава микропроцессора. Арифметико-логическое устройство, АЛУ, выполняет все математические и логические операции. Управляющее устройство, УУ, обеспечивает выполнение процессором последовательности команд программы. Набор регистров, ячейки памяти внутри процессора, используемые для размещения команд программы и обрабатываемых данных. Кэш-память, кэш-сверхбыстрая память, хранящая содержимое наиболее часто используемых ячеек оперативной памяти, а также части программы, к которым процессор обратится с наибольшей долей вероятности. СОП-процессор – элемент процессора, выполняющий действия над числами с плавающей запятой. Работает процессор под управлением программы, находящейся в оперативной памяти. Предлагаю вашему вниманию фрагмент мультфильма «Почемучка. Как работает процессор». Процессор – один из основных элементов компьютера. Сердцем его является арифметикологическое устройство, или, как его еще называют, АЛУ. Например, нам нужно сложить две цифры. Они подаются в арифметикологическое устройство. Мы даем команду «Сложить» и получаем результат. А теперь мы говорим АЛУ, что из одной цифры нужно вычесть другую. Даем данные, даем команду, получаем результат. Итак, АЛУ выполняет числовые и логические операции с числами, которые мы будем называть данные. А данные в компьютере, как мы с вами уже знаем, представлены в виде двоичных чисел. Но вот как АЛУ поймет, что делать с данными. Складывать их, вычитать одно из другого, или просто сравнить, чтобы узнать, какое из них больше. Чем именно в конкретный момент времени должно заниматься АЛУ, знает устройство управления, сокращенно УУ. Устройство управления так называется, потому что оно управляет АЛУ, дает ему команды. Еще одной важной составляющей процессора являются регистры. Один регистр – это одна ячейка памяти, в которой хранятся данные. Те самые данные, которые попадают в процессор. Ответ, который получен в результате выполнения операции, также хранится в регистрах. В самых первых процессорах регистры были четырехразрядные. То есть в каждой из них можно было записать число, состоящее из четырех ноликов единичек. И процессоры могли работать только с такими небольшими числами. Такие процессоры назывались четырехразрядными. А как быть, если надо сложить числа, у которых разрядов больше, чем четыре? Например, восемь. Очень просто. За два раза. Сначала сложить младшие разряды, затем старшие. Да, долго. А что делать? На заре компьютерной техники процессоры были слабенькие и медленные. Но без них не было бы современных мощных процессоров. Последовательность действий процессора задает программа, которая хранится в памяти. Указание процессору на выполнение одного элементарного действия называется машинной командой. А конкретная последовательность машинных команд – это программа, которая написана на понятном машине языке. Посмотрите, как устроена одна машинная команда. В каждой машинной команде есть числа, а есть операция. То есть указание, что с этими числами нужно сделать. Сложить, умножить, разделить. Вот это самое указание поступает в процессор, а точнее в устройство управления, которое немедленно отдает приказ арифметикологическому устройству – сложить два числа. А числа, которые были в машинной команде, уже стоят на входе в АЛУ и только и ждут того, чтобы их сложили. После выполнения машинной команды процессор переходит к следующей машинной команде, затем к следующей и так далее, пока не будет выполнена вся программа. На сегодняшний день на рынке два крупнейших производителя процессоров – это компания AMD и компания Intel. На рисунке вы видите два процессора компании Intel. Процессор 1971 года содержит 2300 транзисторов, а процессор, изготовленный в 2011 году, уже содержит 1 миллиард транзисторов. Но это, естественно, сказывается на увеличении скорости работы процессора. Многие люди полагают, что процессоры могут думать. Надо сразу сказать, что в этом нет ни доли правды. Любой сверхмощный процессор персонального компьютера состоит из множества транзисторов, своеобразных переключателей, которые выполняют одну единственную функцию – пропустить сигнал дальше или остановить. Выбор зависит от напряжения сигнала. Если взглянуть на это с другой стороны, то можно увидеть, из чего состоит микропроцессор, а состоит он из регистров, то есть информационных обрабатывающих ячеек. Для связи процессора с остальными устройствами персонального компьютера используется специальная скоростная дорога, именуемая шиной. По ней с молниеносной скоростью летают крошечные электромагнитные сигналы. В этом-то и состоит принцип работы процессора. Технологический процесс – это характеристика показывает размер наименьшего отдельного элемента процессора, то есть транзистора. Уменьшение размера одного транзистора приводит к увеличению их количества на кристалле процессора, а следовательно к повышению производительности самого процессора. На рисунке представлена динамика развития технологического процесса. Современные процессоры изготавливаются с использованием 14-нанометрового техпроцесса, значит толщина кристалла процессора равна 14 нанометрам. Однако постоянное уменьшение размера транзистора приводит к некоторым затруднениям, как видно из рисунка. Поэтому для устранения этой проблемы вместо диоксида кремния начинают применять в качестве изолятора сплав, изготовленный на основе гафни. А теперь для вас задание. Ответьте на вопросы. Первое. Для чего предназначен процессор? Как устроен процессор? Как процессор управляет работой всех устройств компьютера? Какой техпроцесс используется для разработки современных процессоров? Оцените значимость процессора для организации работы компьютера. А сейчас практическое задание. Первое. Исучите информацию о системе и процессоре вашего компьютера. Определите количество ядер вашего процессора. Для этого используйте один из способов, приведенных в задании номер 5 на странице 16 вашего учебника «Информатика». Следующее задание. Задание на соответствие. А теперь проверьте себя. Для того, чтобы больше узнать о современных тенденциях развития архитектуры персонального компьютера, вы можете перейти по данной ссылке на сайт plembland.kz. Домашнее задание будет следующее. Используя дополнительные источники информации, найдите данные о последних новейших процессорах и определите их отличия от повседневно используемых вами процессоров. Результаты выполненной вами работы отправьте вашему учителю. Подведем итоги. Сегодня на уроке вы узнали, что такое процессор, почему его называют мозгом компьютера, какую функцию он выполняет, из чего он состоит, и как можно увеличить производительность процессора. Продолжение следует... Продолжение следует...